Привет, земляне! С вами ProCosmos, а в студии Софья Чугунова. Сегодня наша команда продолжит рассказывать о космосе. Ну что, поехали! Талантливый человек талантлив во всем. Известный музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй, имеющий высшее образование и докторскую степень по астрономии, совместно с коллегами исследовал астероид Дидим. Его особенностью является необычно быстрое вращение. Полный оборот Дидим совершает за 2,5 часа. Так как подобные небесные тела состоят из отдельных соединившихся когда-то фрагментов, по логике, под действием центробежных сил астероид должен распадаться на куски. Но этого не происходит. Ученые построили 3D-модель Дидима, с помощью которой сымитировали его вращение и распад. Так исследователи узнали величину силы, которая сдерживает фрагменты астероида. В этом году зонт НАСА ДАРТ столкнется с Дидимом, чтобы попробовать немного изменить его траекторию. Миссия станет отработкой технологии защиты от астероидной угрозы. Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе. Как написано на официальном сайте правительства Российской Федерации, соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года. Соглашения, заключенные еще в 1992 году, продлевали уже 4 раза. Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов. Прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, вас пронизывают триллионы солнечных нейтринов, а вы этого даже не чувствуете. Вероятно, вы даже не знаете, что это такое. Неудивительно. Неуловимые и такие желанные, они являются одной из самых малоизученных частиц. На поимку этих крох уходят годы, а те, кто их обнаружил, автоматически становятся рок-звездами науки. Мы попытались разобраться, что это такое и почему призрачная частица кардинально изменит наш мир. Пока в космосе идут лунные марсианские гонки глубоко под водой, в толщах антарктических льдов и под километрами горных пород Северного Кавказа идет охота на нейтрино. Загадочные частицы, чье существование заподозрили еще в начале прошлого столетия, а окончательно убедились только в 1956 году. Команда ученых под руководством Клайда Коуна и Фредерика Райнас экспериментально обнаружила ту самую, неизвестную частицу, которая ставила под сомнение один из фундаментальнейших законов физики – закон сохранения энергии. Однако ее история началась намного раньше. Следует считать 1930 год, когда великий австрийский физик Вольган Паули предположил, что при слабых распадах, бета-распадах ядер, вылетает еще одна невидимая частица. Зачем он это сделал? Дело в том, что в то время существовала и была строго доказана проблема несохранения энергии в распадах ядер, в так называемых бета-распадах ядер. Существует, по крайней мере, три вида распада ядер – альфа, бета и гамма. Так вот, в альфа и гамма распадах, которые являются сильными и электромагнитными распадами, соответственно, энергия и импульс строго сохранялись, а в бета-распадах не сохранялись. Это была фундаментальная проблема, которую пытались решить самые великие умы того времени, и некоторые даже пытались предположить, что возможно, что энергия не сохраняется, что, конечно, было бы очень плохо, потому что это один из основополагающих, фундаментальных принципов современной науки. И Вольган Паули предложил идею, что вылетает еще одна частица, которая просто уносит часть этой энергии. Он назвал эту частицу нейтрон. Но уже в 1932 году другой физик Чедвик открыл нейтрон, и оказалось, что этот нейтрон тяжелее, чем протон, поэтому на роль частицы Паули он никак не подходил. Тогда Энрико Ферми, другой великий физик-итальянец, предложил назвать частицу Паули маленьким нейтроном, что по-итальянски – нейтрино. Вот так появилось название нейтрино, и Энрико Ферми создал первую теорию таких распадов, в которых участвует нейтрино. И Паули был уверен, что нейтрино невозможно будет обнаружить, потому что по этой теории, которую создал Ферми, следовало, что вероятность взаимодействия нейтрино очень-очень маленькая. Однако уже в 1950-х годах нейтрино были обнаружены, что привело в итоге к Нобелевской премии, которая была дана Рейнсу. Представьте себе, что вы распутываете какое-то очень сложное дело, как это делает какой-нибудь сыщик, например, Шерлок Холмс. Вы пытаетесь найти какие-то улики. И чем больше времени прошло, тем сложнее распутать дело, потому что даже оставшиеся улики со временем исчезают. Так вот физики, которые пытаются регистрировать космические нейтрино, пытаются распутать дело, которое происходило 5 миллиардов лет назад. Пожирание звезд черными дырами в центрах зарождающихся галактик. Такие черные дыры в центрах галактик называются активные галактические ядра. Они, конечно, излучают очень много разных частиц. Фотоны, пионы, протоны и так далее. Но практически все из них застревают внутри все той же самой среды, потому что она очень плотная и горячая. И они там либо застревают, либо теряют свою энергию, перестают быть информативными. Кроме нейтрино. Нейтрино из-за того, что она такая слабая, это, с одной стороны, очень тяжело для экспериментаторов, потому что нужно огромный детектор строить. С другой стороны, это очень здорово, потому что она, все эти плотные области вещества, проходят абсолютно не поколебавшись. С какими энергиями и направлениями нейтрино родилось, с такими оно к нами летит. Поэтому, если мы их насобираем, мы можем при помощи нейтринного света реконструировать, что же там происходило. Активное галактическое ядро — это лишь один из таких примеров. Есть много разных других сценариев, которые интересны физикам для изучения. И вот современная астрофизика, она вообще перешла в такой режим, называется по-английски он мультимессенджер. Это значит, что мы получаем информацию при помощи разных переносчиков этой информации. Это могут быть и фотоны, и нейтрино, и другие частицы. Все вместе это дает нам более полную картину и позволяет, вот как тому самому Шерлоку Холмсу, воссоздать все детали события, которые происходили миллиарды лет назад. Эта желанная учеными частица, прилетевшая к нам из далекого космоса, неспроста является самым разыскиваемым объектом. Обнаружив нейтрино, ученые смогут заглянуть далеко в прошлое нашей Вселенной, узнать, что происходило на заре зарождения нашего мира и пролить свет на загадки возникновения Вселенной и ее эволюции. Есть несколько задач. Первый спектр задач – это изучение тайн Вселенной, проблемы и вопросы возникновения новых галактик и различных экзотичных объектов во Вселенной. Это эволюция Вселенной, поскольку мы здесь регистрируем нейтрино, возраст которых больше, чем возраст Солнечной системы, то есть более 5 миллиардов лет. Эти нейтрино родились где-то, когда-то при сиянии черных дыр или при вспышке сверхновой, или при рождении новых галактик. Огромные, сотни миллионов лет световых путешествовали сюда, прилетели и рассказывают нам о том, с какими объектами они встречались. Мы можем по характеристикам нейтрино судить о том, в какой системе они родились, сквозь какую систему они летели. И, конечно, когда вы можете проанализировать историю, вы можете и будущее прогнозировать. Это значит, что, вообще говоря, физики дают данные и себе, и астрономам, и геологам, для того, чтобы прогнозировать развитие небесных тел, в том числе и Земли. А нейтрино, которое мы здесь видим, это не только сверхэнергетичные частицы из далеких уголков Вселенной, это также и геонейтрино, то есть частицы, которые рождаются в ходе ядерных реакций внутри нашей планеты, в ядре Земли, и проходят сквозь всю толщу Земли. И здесь мы тоже эти частицы регистрируем, и тоже о них судим по строению земной коры под нами. Прикладной аспект, который нейтрино дают вот сегодня, вот вы спросите, ну, узнаем мы, что там во Вселенной произошло 5 миллиардов лет назад, что нам с этим делать, да? Что сегодня или завтра? Сегодня или завтра – это абсолютно прикладные вопросы, которые помогут сохранить Байкал, которые помогут сохранить и озеро само, и биоразнообразие. Это данные, информация, которая о сейсмологической обстановке, о строении земной коры в окрестностях Байкала, и в принципе это указатели на месторождение полезных ископаемых. Вот все эти вещи нейтрино может нам о всех этих вещах рассказать. Нейтринный телескоп мало чем похож на обычный. Байкальский телескоп Байкал-ЖВД и американский Ice Cube – это гирлянды. Абаксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований Российской академии наук – это целый горный комплекс, в котором протекают различные химические реакции, а тысячи фотоумножителей ловят то самое нейтрино, которое тормозится горной породой. Ну, в общем, вполне приемлемое место. Оно обладает для нас, для России огромными преимуществами. Вот этот лед, который решил проблему всего этого безумно сложного работы в открытом океане. Пресная вода. Байкал – хорошее место для этой науки. Там он может развиваться долго, и это очень долгосрочная задача. Проходят биллионы, ну, так скажем, десятки, сотни миллиардов нейтрино от Солнца, и мы совершенно на них не реагируем. Поэтому, к сожалению, нейтрино от галактического, от активных ядер галактик, для его регистрации нужны огромные объемы. Вот такой телескоп, который мы реализуем на Байкале, с масштабом кубического километра и больше. Вот это вот объемы вещества, которые позволят зарегистрировать такие числа. На атмосферу постоянно падают протоны и другие ядра, которые остались от взрыва всяких разных сверхновых, находящихся где-то в относительной близости от нашей Солнечной системы или находившихся. И вот когда эти протоны и другие ядра падают на атмосферу, они взаимодействуют с ядрами атмосферы и рождают весь зоопарк элементарных частиц, какие у нас есть. В том числе огромное количество мионов. Мион – это вторая частица после нейтрина, которая тоже может пролететь очень много вещества. Она бы могла пролететь замечательно большое количество вещества, если бы мион был стабильным. Но он живет не очень долго, поэтому рано или поздно он все равно распадается. Так вот, мионы, тем не менее, они могут проходить сквозь гору, сквозь большие толщи воды и давать сигнал, похожий на нейтринный сигнал. И вот в этом смысле любое глубоководное озеро или море является таким замечательным детектором. Потому что вам достаточно будет свою экспериментальную установку расположить просто на большой глубине. И толща воды сверху будет являться таким фильтром против этих мионов. Или же супер-камеоканды – японский нейтринный телескоп, который выглядит как декорация к научно-фантастическому фильму. Внутри нейтринной обсерватории стены облицованы 13 тысячами фотоумножителей, которые обнаруживают вспышки света при столкновении нейтрина с электронами и молекулами воды. Вы будете абсолютно правы, если зададите вопрос – а нам-то что? Предположим, что ученые изучат Вселенную. А какая от этого польза простому жителю? Если мы говорим про горизонт, скажем, 3-5 лет, то это в первую очередь высокие технологии, которые использованы в этом инструменте, в нейтринном телескопе для его работы. Это микроэлектроника, которая с фантастическими точностями может измерять энергию, скорость, тип частиц заряженных и расстояние, дистанции мерить. Я вас уверяю, что через 3-4 года все эти технологии перекочуют, ну, как минимум, в ту электронику, которой мы с вами пользуемся. То есть вот телефоны, глонасс и GPS-навигаторы, высокоскоростной транспорт – все эти объекты, все это оборудование требует сверхвысокочувствительной электроники. Для того, чтобы, опять же, позиционировать точку на земной поверхности со спутника не с точностью нескольких сантиметров, а нескольких миллиметров. Это помогает в диспетчеризации воздушных судов. Это помогает, вообще говоря, тут тоже очень интересные алгоритмы обработки данных, которые мы используем. А это, ну, вот смотрите, мы ловим вспышки от нейтрина, то есть вспышки от взаимодействия нейтрина с молекулами Байкайской воды. Что это такое? Это не что иное, как распознавание образов. Система распознавания образов сейчас для безопасности – это ключевой вообще элемент. В транспорте, в аэропортах, в вокзалах – все системы, которыми мы пользуемся сейчас в нашей обычной жизни, в быту, эти все системы, практически все, придумали физики, которые занимаются физикой высоких энергий, создавая детекторы для исследования элементарных заряженных частиц. Поэтому все, что мы здесь и делаем, все, что мы будем делать, все новые знания, которые мы будем получать, это абсолютно точно востребовано для человеческого общества, для гражданского общества. Также нейтрина интересна и военной науке. Нейтрина можно вооружить? Что нейтрина? Вооружить. Вооружить? Ну, на самом деле, есть различные применения для этих частиц. Оно касается, допустим, атомной энергетики. Интересное применение для систем связи. Если с развитием технологии нам удастся сделать приемно-придающие устройства на основе нейтрина, то, используя то, что оно проникает сквозь материю, например, можно сделать систему связи с подводными лодками без их всплытия или с научными группами какими-то. Можно будет передавать информацию через Землю или, допустим, связаться с космическим аппаратом через затеняющий его космический объект. Такое интересное применение есть. Супер. Можно регистрировать состояние атомного реактора. То есть, вообще говоря, очень много применений дают исследования на масштабных установках. Почему весь мир вкладывает деньги и развивает проекты на их основе? Здесь куда не посмотришь, кругом фантастика. Поэтому, например, она и новая. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует... Геология, физика, химия, возможно, медицина. Кто знает, в скольких областях частица призрак совершит революцию. Однако ясно одно. Для того, чтобы сделать наш мир лучше, человечество обязано верно служить науке. Казская коллаборация весьма уникален и во многих отношениях замечательный. Это очень сплоченные люди, у которых горят глаза. Им очень интересно то, чем они занимаются. И они действительно верят в то, что они делают очень важное дело, что они вписывают свои имена в историю. Но я не думаю, что они рассуждают такими категориями. Но на самом деле происходит именно это. Уровень их и научный, и инженерный постоянно растет, потому что это хорошие, умные ребята, которым интересно то, чем они занимаются. И они постоянно пытаются узнать что-то новое, перенять какие-то новые разработки других. Практически все аппараты, отправленные в космос, отслужившие свою работу, как правило, остаются на орбите Земли в виде мусора. Чем же все-таки опасен такой космический мусор? 4 октября 1957 года на орбиту Земли был запущен первый искусственный советский космический аппарат «Спутник-1». Это был мировой прорыв для космонавтики, который открыл космическую эру в истории человечества. Спутник был введен на орбиту ракетным носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, который получил впоследствии открытое наименование «Космодром Байконур». С тех пор в космос отправляют различные объекты. Спутники для определения погоды, для телевидения, ракеты и многое другое. Что-то выходит из строя, и в космос отправляют новые устройства, и на орбите образуется космический мусор. На сегодня их более 100 тысяч частиц разных размеров, и их количество растет не только по мере запуска других спутников, но и в ходе естественной эволюции. Правда, оговорюсь, это справедливо для спутников на высоких орбитах, где очень мало трения земной атмосферы. На низких орбитах этой проблемы практически нет, потому что за достаточно короткое время спутники за счет трения в атмосферу теряют высоту и входят в плотные слои и просто сгорают. К сведению, низкими считаются орбиты, которые имеют высоту от поверхности Земли до условно тысячи километров. Например, Международная космическая станция находится на низкой оклоземной орбите с высотой около 400 километров над поверхностью Земли. Сильно загрязнена космическим мусором именно среда низкой орбиты, потому что на эти высоты обычно и запускают объекты. Также здесь из-за скопления мусора происходит частое столкновение фрагментов взорвавшихся когда-то спутников. Первый известный случай столкновения двух искусственных спутников, Космос-2251 и Иридиум-33, произошел 10 февраля 2009 года на территории Российской Федерации. После столкновения на орбите образовалось огромное облако из тысяч фрагментов. Одно это событие увеличило число космического мусора более чем на 10%. К примеру, появление мусора в космосе можно сравнить с дорожно-транспортным происшествием, когда два неуправляемых аппарата с разными скоростями могут столкнуться и в зависимости от столкновения либо просто деформируются, либо от них отлетают какие-то кусочки, каждый из которых становится отделенным фрагментом мусора и может причинять неудобства другим. Также космический мусор, который скапливается годами на орбите, может привести к большой катастрофе при столкновении с объектами. Так что же делать уже с имеющимся мусором? Во-первых, его каталогизируют по мере возможности. Понятно, что очень мелкие фрагменты мы наблюдать не можем, но тем не менее, все, что доступно наблюдению, оно заносится в каталоге. Есть проекты специальных ловчих спутников, то есть спутников-мусорщиков, которые будут с помощью неких сетей или других устройств собирать фрагменты и, соответственно, их утилизировать. Но пока это концы. В реальности такие аппараты не запускались. Пока внедряется технология не мусорить дальше, чтобы каждый вновь запускаемый спутник, он заканчивал свою жизнь не в виде космического мусора, а спускался на низкую орбиту и сгорал в атмосфере. 12 апреля знаменуется Всемирным днем авиации и космонавтики, Международный день полета человека в космос. В этом году дату можно считать поистине особенной. Мы отмечаем большой юбилей — 60 лет с момента первого полета человека в космос. Желаю вам нового полета! Поехали! 12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, находясь на борту корабля «Восток-1», совершил один оборот вокруг Земли. Продолжительность полета составила 1 час 48 минут, после чего спускаемый аппарат корабля совершил успешную посадку. Сегодня мы с вами не просто вспомним историю, а именно погрузимся в те самые события, которые произошли более полувека назад. Для этого мы специально приехали в гости к почетному гражданину города Казань, первопроходцу в отечественной космонавтике, чтобы узнать, как все было на самом деле. Ну вот, это уже известная фотография. Вот это фотография 1933 года. Вот Королёв перед испытанием первой советской ракеты, которую создал Михаил Клавович Тихонравов. Урал Нуревич Закиров был в числе инженеров, проектировавших спутники, включая и первый пилотируемый «Восток». Мой путь в мир космонавтики лежал через чтение литературы о Циолковском, о Штеренфельде, во время службы в авиации. Меня потрясло известие о запуске первого спутника Земли. И меня ещё больше морально потянуло в космос. А через год был набор молодёжи из авиации в новые ракетные войска. И я попал в НИИ-4 в Министерство обороны, где осуществилась моя мечта заниматься любимым делом. В 1959 году Урала Закирова приняли в ОКБ-1, одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России, основателем которого был Сергей Королёв, создатель советской ракетно-космической техники. Урал Закиров стал работать в знаменитом девятом отделе ОКБ-1. Именно там был спроектирован Гагаринский «Восток». Было запланировано изготовление трёх «Востоков» – первый, второй и третий уже с человеком. В августе 1960 года запустили «Белку» и «Стрелку», а 9 марта 1961 запустили «Чернушку» и «Манекен» Иван Иванович. Далее по результатам этих испытаний было принято решение о запуске человека всего на один виток. 12 апреля в 9 часов и 6 минут полетел в космос Юрий Гагарин. Подготовка к первому полёту человека в космос у нас проходила в обстановке строжающих мер по безопасности всех бортовых систем. Было даже желание Сергея Павловича Королёва поставить не один ракетный двигатель для организации спуска «А-2». Но его уговорили, что этот двигатель Исаева будет надёжным абсолютно, и уговорили оставить один двигатель. А он, в общем, очень хотел для того, чтобы было безопасно ещё второй двигатель. Но я хочу сказать, что многие бортовые системы были задублированы у Гагарина. Конечно, предыдущие пуски не смогли разрешить все проблемы. На себя всё взял Королёв. Он верил в своих сотрудников и в свои интуиции. После приземления весь наш 9-й отдел кричал «Ура!». А потом «Ура!» – кричала вся планета. Субтитры создавал DimaTorzok Впервые «Урал-Закиров» увиделся с Юрием Гагарином в марте 1961 года, за месяц до полёта. Тогда на рабочем месте встретились кандидаты первого отряда в ожидании Королёва. За стол Урала Нуреевича сел молоденький офицер. Это был Юрий Гагарин. Завязался разговор о недавней трагедии, случившейся с кандидатом в космонавты Валентином Бондаренко. Я спросил Юру, не виноваты ли врачи. Он сказал нет. Чтобы продолжать беседу, я задал вопрос о его личной готовности к полёту. Ответ у него был таков. «Я готов выполнить задание страны». Это было сказано с такой гордой уверенностью, что не было сомнения, что он так и поступит перед великой неизвестностью побывать в космическом пространстве впервые. Вот такая случайная первая встреча была у меня. Вторая случайная встреча состоялась позже в приёмной знаменитого хирурга Вишневского Александра Васильевича, куда я был приглашён в период комиссования по моей просьбе. Меня комиссовали в космонавты, когда я лежал в госпитале. Вдруг в приёмной появляется уже в чине полковника Юрий Алексеевич Гагарин с Анной Тимофеевной. Я поздоровался с ним и с Анной Тимофеевной и спросил Юрия Алексеевича, что случилось. Он сказал, что на левой руке у неё какие-то болячки возникли, и он решил показать их хирургу. Так я был свидетелем как бы заботы Юры о маме. Дальнейшие рабочие встречи состоялись в 1967 году на космодроме Байконур и в Центре управления в Евпатории. Урал Нуриевич тогда участвовал в подготовке аппарата на космодроме для запуска в сторону Луны. По рекомендации руководителей испытаний, Урал Нуриевич читал лекцию Юрию Гагарину. Пришло время запуска корабля. Аппарат стартовал в сторону Луны. Это был такой предварительный запуск. А специалисты и космонавты сели в самолёт и полетели в Евпаторию. Юрий Алексеевич сел в кресло второго пилота. В Центре он обращался ко мне по техническим вопросам. Напомню там же о последней нашей встрече 27 марта 1967 года. Друзья-космонавты отмечали его день рождения за опоздалой вместо 9 марта из-за рабочей программы. Гагарин был образцовым и дисциплинированным человеком. И после встречи с друзьями пришёл на работу, где мы и встретились. Я его тут же поздравил с днём рождения, подарил знаки вечности. У меня были в кармане кусочки ископаемого дерева, найденные мной у домика Королёва на Байконуре. Он положил их в карман и обнял меня. Я сказал, что желаю, чтобы он первым сел на Марс. В это время появился грозный генерал Яков Исаевич Трегуб, а Юра сказал, пошли в другую комнату. Это была последняя моя встреча перед его гибелью с Серёгином. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе. Выполняя учебный полёт на самолёте под руководством опытного инструктора Владимира Серёгина. В этот страшный день Урал Нуриевич встретился со знаменитым лётчиком, членом аварийной комиссии Сергеем Анохиным. Тогда он рассказал о причине трагедии – потере пространственной ориентировки. В память о погибших в 1968 году был осуществлён старт аппарата «Зонд-5», который облетел Луну. Урал Закиров и сам проходил отбор в участники первого набора космонавтов. Но из-за проблем со зрением не был допущен до дальнейшего прохождения отбора. Говоря о современных космических достижениях, Урал Закиров отметил, что они во многом зависят от вкладов в космическую науку и технику коллективов российских ветеранов, открывших космическую эру. Сегодня, по его словам, главной задачей космонавтики является создание безопасных условий для длительной работы космонавтов в космическом пространстве. Им придётся работать и на Луне, и на окололунном пространстве, а может и на Марсе, имея при этом хорошие маршруты для связи с Землёй. Сегодня Урал Нуревич продолжает вести научную деятельность. Многие труды его посвящены загадкам Вселенной. Он выразил надежду, что молодое поколение не станет забывать заслуги отечественной космонавтики и будет помнить тех, кто творил историю. На этом выпуск завершён. Наша редакция поздравляет всех жителей нашей прекрасной планеты с наступающим днём космонавтики. Желаем покорения новых высот и горизонтов. До новых встреч!